Глядя на то, что происходит сейчас на России, складывается устойчивое убеждение в том, что все будет только хуже. Почему, спросите вы? Да потому что лучше уже было, было и прошло. Времена, когда шальные миллиарды нефтедолларов текли просто не то, что ручьем, а долбанным Ниагарским водопадом прямо на Россию закончились. За то время можно было построить страну из золота, а построили из говна и палок. Нет, нет, не заметила. Стало, стало только хуже. Господи, я не хочу уже слушать про эту Россию. Самая бедная страна. Вот так. Я от вас это впервые слышу. Вот так. А вы про кого, если не секрет? Я веду по президента. Что он сделал? Какая жизнь? Вот так. Это ужас один. Они живут, а мы что? Мы не люди, что ли? Многие считают, что президент не виноват, что виновата правительство, депутаты, вы как считаете? А почему он не следит? Почему такие цены вдруг взвинтились? Наша капуста, наша картошка. А какая цена ей это? Ты чё, кого ты кормишь? Призвал всех, Африку всех уже захватил. Пусть всё будет, то и будет. Нам уже это всё равно. Деньги улетают на войну с Украиной. Трёхдневный поход на Киев превратился в затяжную, кровавую, убивающую экономику России войну. Практически каждый массированный обстрел Украины, коих были уже сотни, обходится России в полмиллиарда долларов. Повторяю, каждый обстрел. Если россиянчики не умеют считать в уме, то пусть возьмут калькуляторы и просто представят, что они могли бы на эти деньги сделать в своём регионе. Как минимум поменять инфраструктуру ЖКХ в ноль, сделать нормальные дороги, построить школы да детские сады, поднять зарплаты медикам и учителям. Но нет. Будем строить ракеты за миллионы долларов и кидать их на головы украинцев. А жить продолжим в стране из говна и палок. Так что с вероятностью 100% будет всё только ухудшаться. Все те, кто обещают, что будет лучше, продолжая вести самоубийственную политику, скорее всего не доживут до того момента, когда станет лучше. Да и те, кому обещают, тоже не доживут до лучших времён, а поэтому значит будет только хуже. Ведь согласитесь, многие из тех, кому обещали в Советском Союзе, а потом и путинской России в нулевых, что будет всё лучше, они уже не дожили и не увидят тех самых обещанных лучших времён. И молодёжь, которая родилась при Путине, выросла при нём и после смерти Путина всё равно не дождётся лучших времён. Потому что вся Россия будет находиться на таком дне цивилизации, откуда придётся выкарабкиваться ещё нескольким поколениям их потомков. Так что будет только хуже. Потому что на современной России установился беспрецедентный баланс зла. Относительное зло, это российская власть, достаточно эффективно реализует запросы абсолютного зла, коим является российское население. Запросы на вождя, на единомыслие, на величие, на консерватизм, на исторические фейки, и на жестокость, и на то, чтобы хуже было не только на России, но и везде, куда это зло сможет дотянуться. Кто, как не мы, украинцы, можем оценить нашествие этой саранчи, так называемого русского мира? Во что они превратили Донецк, Луганск и все остальные оккупированные территории? Ни воды, ни отопления, вообще никаких коммунальных благ. Цель одна – выживание. Бесконечные очередя за гуманитарками, вода с бочек и бесконечные обещания, что скоро всё будет лучше. Примерно так сейчас запасаются водой жители в Донецке, Макеевке, Горловке и других городах Донецкой области. Там, по информации группировки ДНР, воды осталось примерно на две недели. Более 200 тысяч человек не имеют доступа к воде по всей Донецкой области. По мере увеличения размаха и масштабов столкновений растут опасения, что вся Донецкая область может быть отключена от водоснабжения в ближайшие недели, из-за чего миллионы людей останутся без доступа к воде. Чтобы экономить запасы воды, так называемая ДНР начала подавать её по графику. Вечером на два часа, раз в день или даже в два дня. Однако из-за слабого напора доходит она не в каждый дом. Иногда воду приходится набирать в подвалах. Но, увы, как я уже и сказал, становиться будет всё только хуже. Потому что этот народ не только не препятствует, а и всячески способствует. Картинка очередей якобы за антивоенного Надеждина и сама явка на голосовании за Путина, это выбор этого народа за то, чтобы было хуже. Вспомните марш вагнеровцев, когда они беспрепятственно продвигались, сбивая самолёты, а власть в это время пряталась в лице всевозможных силовиков. Их никто не останавливал. Точно так же себя повели силовики и в крокусе, разбежавшись и попрятавшись по норам от четырёх таджиков. Все видели, как мусор с собакой убегал с крокуса впереди всех. Сегодня рашистская кровавая власть может до смерти запугать свой народ, но абсолютно не может его защитить. Власть трусливо избивает сквозь запотелое забрало ногами бабушек и безоружных. Но если выйдут миллионы, хотя бы просто даже с палками, вы будете удивлены, потому что они испугаются и разбегутся. Но этих миллионов протестующих мы не увидим, потому что народ такой же трусливый, как и власть. Добилась России всего хорошего, а главное наш статус, что мы великая страна и никогда не отступим и своих не бросим. Я в целом за эти 10 месяцев дошел до состояния того, что я себя ограничиваю от каких-либо новостей, поскольку я очень тяжело перевариваю такого рода вести. И я просто понял, что для моего ментального здоровья будет намного проще жить в невидении. И ценность жизни необычного россиянина приравнивается к нулю. Потому как не может концертный холл на 9000 человек гореть как фейерверк. Должна тут же сработать техника пожарной безопасности. Автоматически должны включаться дымоотводы и открываться все пожарные выходы. Но они не открылись. Как и не открылись 6 лет назад в Зимней Вишне. И поверьте мне, не откроются в Вегасе. Потому что такое отношение у власть имущих к людям. На России будет только хуже. Потому что в массе своей российский народ это варварское стадо. Именно поэтому власть по телевидению демонстрирует отрезание ушей, пусть даже террористу. А адскими пытками выбивать с них признание в причастности к теракту украинской власти. И рассчитано это все на тех, кто никогда не думает. Потому что это не его думать. Раз по телевизору показывают, значит так оно и есть. Зачем думать своей головой? На России будет только хуже. Потому что Путин амнистировал убийц, насильников и маньяков. И наградил их орденами. И назвал их солью земли русской. Элитой российского государства. Что вытворяет сейчас эта элита, возвращаясь по случайному стечению обстоятельств живыми, вы знаете. На России все будет только ухудшаться, потому что будет тотальная мобилизация. И российский рабский народ послушно пойдет умирать за своего кровавого диктатора. Но самое главное, что на России будет все намного хуже. И уже никому в цивилизованном мире абсолютно не будет жалко этот народ. По одной простой причине. Потому что он этого заслуживает.